До конца этого года у Петракове будет открытый родильный дом. В оселях им выпадку у Минавита этот термин продугледженый проектом, который сейчас реализуется у районной больницы. Будовлю наведали наши корреспонденты. Для того, как бы видеть у Петракове мать с детальными колясками, долго шагать не треба. Эту картину можно наповно назвать визитной карткой города. Все лета народжальность тут выросла на 22%. Причин некольки, но наибольшь значное – жильевое будовництво. У сувязи с худким открытием Петраковского горно-богачального комбината у городе навыц явится новый микрорайон. Сучасное отделение для женщин у такой ситуации – житевая необходность. Увогуле акушерско-гинекологичный корпус у районной больницы был и раней, але амаль 30-годовый будынок уже не отповедал сучасным потребованиям. Процесс оказания медицинской допомоги не спынили. Пациенток подчас капитального ремонту примают у іншим будынку. Госпитализируются все женщины, никому мы не отказываем оказание медицинской помощи гинекологической и акушерской. Процесс не останавливается. Женщины переведены в хирургическое отделение нашей больницы. Медицинское оборудование там все в наличии, имеется. Как для оказания и экстренной помощи, в том числе и хирургической. От старого будынка засталися только под мурок и стены, але и их узмаснили. Плюс провели новые коммуникации. У модернизованном отделении будет установлено новое обсталявание. Ранее у темлику по техничных причинах его эксплуатация была немогчимой. Это створало шмат незручностей. Роды у жахарок Петраковского района принимали у мазыры и гомели. На машине худкой допомоги это годины у дорозе. Додатковые нагрузки петраковские медики не боятся. Кажут, есть и махчимасти, и необходимая квалификация. Тем больше, что и сами женщины до властного здоровья пошли ставиться больше отказно. Это у темлику и выник профилактичесной работы мясовых специалистов. Женщины более грамотные стали. Они получают больше информации, в том числе и от нас, из источников массовой информации, естественно. Помимо этого, я думаю, что работает система диспансеризации, которая вынуждает женщин хотя бы в год поступать и приходить к нам, дабы мы могли оценить состояние их здоровья, провести профилактические мероприятия, определенные беседы, подготовиться к беременности. То есть на данном этапе, даже если сравнить за последние 10 лет, я думаю, что даже видим мы, что женщины намного более трепетно относятся к своему здоровью.